Поставили точку в громком деле. Сегодня Новосавиновский районный суд Казани вынес приговор 48-летнему Эдуарду Даутову. Мужчину обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 160 миллионов рублей. В народе он уже получил прозвище «черный трейдер», за что расскажет Динара Камалова. Эдуарда Даутова задержали два года назад. К тому моменту мужчина был в розыске уже полгода. По версии следствия, подсудимый, желая получить деньги, представлялся предпринимателем, успешным игроком на мировых биржах. Тем, кто соглашался поделиться своими кровными, он обещал выплачивать проценты и даже отдавал определенные суммы. Представляясь трейдером, он подписывал с клиентами договор о доверительном управлении финансовыми средствами, которые фактически не имели никакой законной силы, так как играть на бирже имеют право только юридические лица. В качестве страховки вложенных денег подозреваемый заключал еще договор займа, согласно которому он имел право, используя в торгах только 10% от предоставленной суммы. Таким образом, он якобы гарантировал возвратность основной части денег. Подобную деятельность, по мнению следствия, подсудимый вел с 2010 по 2015 год. Три года назад мужчина перестал выходить на связь с клиентами, а в начале 2016 года его и вовсе объявили в розыск. Общий ущерб по версии обвинения составил порядка 165 миллионов рублей. Потерпевшим признали 16 человек. Я предложил даже с потерями 50-70% от всех своих денег мне верни хотя бы что-то. Я готов пойти на это, напишу распишку, что претензий не имею. А что, соответственно, я получил отказ. Я отработаю, когда отработаю, неизвестно. По классической дальше схеме. То есть я вроде тебя и не кинул, но при этом я отдам, когда отдам, не знаю. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по статье мошенничества. Однако при оглашении приговора суд переквалифицировал статью. В итоге Эдуарда Даутова обвинили в присвоении или растрате. И приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Динара Камалваерат, Назипов Амерзаюшев, Вызов 112.